Друзья, всем большой привет! Мы не пропали, все в порядке. Просто была очень плохая погода, и я старалась побольше времени заниматься интернет-делами, скажем так. Взялась за один очень хороший проект, очень интересный для себя. Стараюсь в него побольше времени вкладывать, чтобы был хороший исход из этой ситуации. Но, слава богу, у нас погода налаживается. Давайте я вам покажу, что у нас происходит на улице. Небо серое, но, по крайней мере, дождя нет, и температура отличная. Градусов 16-18 точно, а может даже больше. Я одета не очень тепло, шарф только как обычно. Потому что недавно, кстати, я забыла одеть шарф, и меня в этот же день сильно очень продуло, и появился кашель 4 дня. Да, кашляла сильно. Кто сюда едет? Ребят, честно рекомендую взять с собой колдок, по той причине, что антибиотики здесь, в аптеках, крайне сложно купить. Только по рецепту. И колдок, он лично нас спасает, то есть мы вылечиваемся именно им. Только чувствуем то, что вот приходит эта грань заболевания, да, но еще не заболел. То есть вот еще чуть-чуть, кажется, и все. Значит, пьем раз в 12 часов колдок, и слава богу, он ставит на ноги. Хорошо. Сейчас топаю в Меркадон, надо кое-что купить из продуктов там по мелочи. Что-то нас здесь перерыли, немножко оградили, видите дорогу. Вы просили больше снимать на улице. Вот вышла на улицу, думаю, ну и включу камеру. Плюс сейчас такого интересного особо ничего не происходит. Эти дни не происходило, потому что в основном я в интернете, дома дела. Эрику сделали на днях три прививки. За один присест, скажем так, я настолько была в шоке. От такого количества всяких вакцин в ребенка в один день, что решила, чтобы он не ходил денек в другой. Ну, первый день, то есть сделали ему вакцину, на следующий день я его в школу не пустила, потому что организм ослабленный. Думаю, пусть восстановится, иначе это может все... Мы знаем, как закончится, да, в школе. В Меркадоне вообще обычно против съемок. Ну, иногда кое-что все-таки я стараюсь показывать. Подошла к сладостям, думаю, что Эрику покупать. У нас вообще такая история, из-за кариеса больше шоколада мы ему практически не даем. Карамельки, да. Ну, в общем, нашла вот такую пачку. Это фирма Асандада, этот, Меркадоновская. Здесь вроде как и мармелад, и карамелька, и одна маленькая шоколадка, я говорю, такая меня устраивает пачка. Не знаю. Ого, смотрите. Помните, в нашем детстве было... Так, а там кто еще есть? О, надо этот мультик, в конце концов, посмотреть, а то мы так и не посмотрели. Ну, так еще в итоге по мелочи купила такую, думаю. Чуть-чуть картошки, морковки я хочу сделать уху. Такой шампунь попробовать решила. Шампунь для Олега. И спрей после душа. Меркадония продается очень много всяких разных духов. Ну, вот он, этот спрей, например, Евро-85. Такой 3,90. Мне очень понравился запах. Похожий очень на духи Озон. Есть что-то типа Эфраше, да, там, духов вот этих, но они менее стойкие. Кокос, яблочко. Так, такие-такие. Интересно, что это за марка, если честно. Я тут посмотрела, вот как шампунь, да? Здесь и маска есть, и такая маска. Такая. Так, дальше серу. И вот шампунь есть, вот в такой упаковке, очень удобной. С дозатором. Такой. Я решила, что возьму пока такую, потом перелью, если понравится шампунь. Хотя я их очень люблю менять. Ну что, друзья, на самом деле у меня сегодня был очень продуктивный день. Я сделала перестановку в очередной раз в квартире. Да, потому что мне все время было неудобно тизер включать. Мне неудобно было играть. Да и вообще, у нас еще один стол появился, и нужно было это все дело как-нибудь облагородить. И чтобы было всем удобно. В общем, Эрик вчера заказал перестановку, и сегодня его желание было исполнено. Ну, давайте посмотрим, что у меня в итоге получилось. Здесь, значит, у нас теперь телевизор, напротив диван, здесь стойка с лампой. Пока лампу я не прикрепила. В общем, Эрика все занятия тоже пока сюда переехали. Ёлку я убирать не стала, потому что... Ой, не знаю еще, как лучше ее убрать. В общем, со временем это все дело на днях, на днях. Да, значит, здесь у нас теперь два рядышком стола стоят. Один у нас именно рабочая зона в основном будет. Я посмотрела. Ага, от стола к столу. А вот здесь я и монтировала сегодня, и, значит, провода, подставка для этого, для телефона. И знаете, что я сегодня узнала? Оказывается, одну из статуэточек, а если быть точнее, то богине Глории, нельзя вообще хранить так, как я хранила. Я, в общем, их как игрушки куда-то там сложила и убрала. Она должна стоять совершенно по-другому, и я позже об этом расскажу. Вот, ну, в общем, пока так. Дальше. Значит, Эрик сейчас здесь кушал. Здесь, значит, кофемашина, пока свечки поставила. И вкусняшки тоже тут. Самокат остался на своем месте. Здесь два стула более-менее развесила эту одежду. На лего-самокате висит Эрика Кутка. В этой коробке у нас конфеты. После праздника Трех Королей еще полное практически. Ну, то есть, это мало. Слопал Эрик. Я приготовила сегодня уху. Так, там пусто. Красную рыбу с сыром. И здесь спагетти-макарошки. Сейчас Олег вернется, и я жду, когда он отрежет хамончик. Очень-очень я хочу сегодня хамончик. Он такой, если честно, жирный, что с него капает этот жир. Вот, видите. И полотенце, да, специально для хамона. Ну, пока нормально еще. Это пока. Я так думаю, их периодически менять надо. Почти каждый день, на самом деле, пользуюсь вот этой штукой. Сейчас я ее подключу как раз. Когда монтирую, знаете, что это такое? Благодаря прекрасной этой вещи, наш обычный стул резко становится массажным. И очень удобно сидеть и монтировать видео. И массаж, и польза. Завтра Эрик уже идет в школу. Так что все в порядке. Мы входим в привычный ритм. Вроде как погода стала намного лучше. Сегодня весь день даже пробивалось солнышко. А к вечеру все-таки начался дождь. Был гром. В общем, полный комплект. Но я надеюсь, что погода будет хорошей. По крайней мере, так пишут синоптики. А здесь я им верю. Друзья, у меня появился вопрос. Значит, я не могу нигде найти в магазинах, скажем так, такую книжку, чтобы ребенок мог находить отличия. Мне так лень, если честно, это сделать, искать в интернете и скачивать. Есть здесь где-нибудь в Сагунте или в Пуэрте-де-Сагунте такой магазин, где я могу приехать и купить сразу эту целую книгу. То есть, там, найди пять отличий, найди десять отличий. Ереку все это дело очень понравилось. Еще он очень любит лабиринты. Вот. Но я бы где-нибудь купила бы вот такие две книжки, чтобы Ерек спокойно занимался. Тебе же нравится? Обожает вообще. И вот отличия искать тоже ему понравилось. Чего? Да лучше поговори. Залезь, поговори. Нажми на паузу. Залезай сюда. Меня зовут Эрик. Все знают, как тебя зовут здесь, на этом-то канале. А как? А как? Как и было. За последние четыре года ничего не поменялось. А-а-а, я понял. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Расскажи, как тебе вчерашние уколы? Нет. Что нет? Я не могу вам сказать, это я не могу. Кстати, по-фиге. Не ожидал? Я такого не могу. Извините. Мне три укола. Да, три укола. Это точно. А? У меня три укола. А за что ты извиняешься? Мне надоелись за три укола, и я подумал, от себя когда-лишь. А я подумал, а-а-а, ты что-то пришел. Я всего езжал уколы. Ну, неприятно было, да? Хорошо, что мы поехали на самокате, если честно. Потому что он оттуда вот так вот погодил. Прям вот так вот. Еле топал. И у меня что-то с рукой было. Угу. И что же было? У меня что-то там было. Больно было? Ну, я не знаю. В общем, один из этих уколов, то ли корь, то ли краснуха, то ли менингит, в общем, они... Один из этих уколов оказался очень волючий. И рука потом болела. Он жаловался. Да. Тебя не видно? Залез на стул. И я обиделся на них. На них обиделся? Да. Ну, а это ж надо. Здесь такие правила. Мы все сделали в России, а тут такие правила. Но об этом я хочу еще как-нибудь рассказать. По поводу того, что мы делали перед отъездом в Таиланд. Что сделали здесь. В общем, почему так и сяк. Книжку нам наконец-то сделали медицинскую. Это очень хорошая новость. А вот, так что теперь все есть. Ладно, ребят, спасибо большое, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока-пока. Мам. А. А я не могу сказать свое. Я могу все сказать. Да, я в курсе. Может, попрощаешься с ребятами? Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok